Таинство крещения, к сожалению, в современной церкви часто, очень часто крестят людей, ну, без оглашения, прямо скажем, и учитывается пожелание, такая мода своеобразная у многих сейчас, просто креститься в православной вере. Ну, вот как быть, что если у человека есть порыв, порыв, но нет соответствующих вероучительных знаний? То есть, как тут быть, и это же действительно проблема, какой можно дать комментарий? Тогда, когда люди были поумнее, вот я в IV веке, человек приходит креститься, а его спрашивали, а что это такое? А зачем? А ты веруешь во Христа? Как ты веруешь? Ты даёшь обещание жить по-христиански, да? Ты обещаешь отречься от сатаны? Ты обещаешь? Или за тебя чужой дядя или тётя? Вот, оказывается, не сразу допускали к крещению, нет, нет, а испытывали человека. Вот это и было оглашением, то есть, постепенное научение человека, испытанием, то понял ли ты теперь, уверился ли ты в истинности христианства? Вот тогда человек, когда действительно искренне поверил в это и дал твёрдое обещание жить по-христиански, а не по-язычески, вот тогда принимающий крещение принимал действительно полноту благодати. И эти люди в несказанной радости пребывали и день, и два, и три. И на всю жизнь у них оставалось этот опыт познания Бога. Они вкусили и увидели, как благ Бог. Вот как проходило. Это очень печально, что нас превратили крещение в форму, в какой-то обряд пустой. Это же рождение нового человека. Посмотрите, как мы по мирским меркам празднуем рождение человека, отмечаем. Боже мой, что творится? А крещение что? Пронесли несколько человек? Крик, писк, вопль, чего-то батюшка читает, ходит. А что превратили? Это торжество превратили в какой обряд? Торжество рождения нового человека. Вот что это такое. Крещение должно быть обставлено, я не знаю, именно с торжеством буквально. Да. Но ситуация у нас действительно, вы правы, в этом отношении печальная. Но сейчас, мне кажется, начинает возрождаться. Всё-таки это сознание уже очень многие священники сейчас обязательно требует, чтобы люди приходили, приходили, чтобы они познакомились с верой, прежде чем принимать крещение или крестить. Этот процесс положительный сейчас у нас идёт. По крайней мере, толчок сделан. Спасибо, Алексей Ильич. И следующий вопрос, я его прочитаю, он в следующем содержании. Что делать матери, если на ранней стадии беременности обнаружена патология, умственная отсталость у ребёнка? Финансовое положение семьи очень трудное, близкие родственники против рождения этого ребёнка. Муж уговаривает прекратить беременность. Что делать? Ну, вы знаете, вот так ответить в такой общей форме довольно трудно. Но ясно одно только, что прекратить беременность можно только в исключительных случаях. Бывает, когда, совершенно ясно, не один врач, а два, три засвидетельствовали, что эти роды будут со смертельным исходом матери, например. А тут ещё несколько детей. Вот. В этом случае. Это возможно. Это, кстати, описано в нашем документе, принятом нашей русской церковью, который называется «Основа социальной концепции русской православной церкви». Там как раз говорится об этом. По отношению же, если патология обнаружена, то здесь нет со стороны церкви никаких, что называется, послаблений. Мы не знаем, что обязательно мать должна ребёнка этого родить. Вот. И должна это воспринять как тот, если хотите, ну, крест, который у каждого есть человека. Он разный у всех. Как крест человека, который она должна понести. Аборты решительно противопоказаны. Не могут иметь места они. Это есть, если хотите, смертный грех для матери. И только единственное исключение, которое делается, ещё раз повторяю, единственное. Когда уже вот не один врач, а несколько сказали, что это ясно, что тут смерть. Тогда смертельно. Ну, в таком случае здесь уже разрешается. Ну, и опять есть, может быть, и другие способы. Не обязательно это роды. Сейчас и иные есть средства. Надо подумать. В общем, аборты – это исключение. В таком же случае аборт церковью не принимается. Не принимается как должное действие. Алексей Ильич, как объяснить юному православному христианину, которому 16 лет, необходимость церковной иерархии? Ну, юному человеку-то объяснить это можно. Тем более, сказать, ты в армии собираешься? Нет. Собираюсь. А знаешь, какие там порядки? Знаю. Какие? Какие? Ну, как? Начальники есть, командиры. Надо их слушаться? Да, надо. Там, где нет дисциплины жизни, там нет жизни. Там есть хаос. Вот то, что сейчас у нас – это ювенальная юстиция. Права детей, права детей. Вы слышали, что делается? А права родителей? А права родителей где? Где описаны права родителей? Нет. Семьи уже не существует. Есть не семья, а есть дети. А семья должна быть подчинена каким-то социальным службам. То есть к чужим дядям и тётям. И они, оказывается, эти чужие совершенно люди по отношению к детям, они, оказывается, будут давать надлежащее воспитание детям. А не родители, причём могут отнимать ещё детей, когда? Когда нет достаточных средств, оказывается, для поддержания нормальной жизни, нормального питания, одежды и прочих вещей, связанных с возрастом ребёнка. Что делается? Обратите внимание на тех, кого, простите, называют бомжами. Вот куда обратите внимание. Там надлежащие условия? Почему об этом не говорится? Почему идёте в семьи, где любовь между родителями и детьми? Отнимаете у детей родителей? Это что такое? Это, вы знаете, это точная идея, абсолютно точная идея. Это идея сатанинская, о которой Христос, кстати, предупредил. Вот пророчество, которое исполняется. Христос сказал, что в конце времён и восстанут дети на родителей, и убьют их. Малыш, малыш, ничего не понимают, ему вдруг права. Папа, мне денег. Ах, не даёшь? Папа, не смей относиться так ко мне. Почему меня не пускаешь? Почему выключаешь? И детям почему миллион? И то есть, и легко, легко ещё, это юный возраст ещё, превратить в тиранов по отношению к родителям. Это какая-то, это действительно просто буквально, извините меня, но это буквально предлагается целый сатанизм настоящий. Когда, оказывается, права детей выше прав родителей. К чему я говорю это? Представьте себе, права солдата будут выше прав генерала. Кто ты такой генерал? Что ты мне прикажешь идти в атаку? А там меня могут застрелить. Иди сам. А почему ты мне, генерал, не даёшь того-то, сего-то и третьего? Во что превратится армия? Знаем? Знаем. Во что превратится фирма? Если там подчинённые начнут командовать к хозяевам, во что превратится государство, вы слышите, целенаправленная акция на разрушение всей социальной жизни нашей страны. Этот удар похуже, чем те удары, которые были уже экономические и прочие, социальные и прочие. Это разрушение изнутри, самой основы. Здание даже может сохраняться. Разрушьте фундамент. Потом пальчиком ткните, и здания не будет. Вот, оказывается, куда идёт дело. Так вот, к чему это ведёт? Что надо сказать? Что надо сказать этому юноше? Юноше о том, почему необходимо, так сказать, и вот эта определённая дисциплина в самой и церкви тоже. Она всюду необходима. Там, где нет дисциплины, там наступает хаос и полное разложение жизни. Так что церковь показывает в этом смысле определённый пример надлежащего устройства семейной и общественной жизни. Должно быть соподчинение. Алексей Ильич, в продолжение острые темы ювенальной юстиции, с тем, что Вы только что сказали, согласно большинству жителей нашей страны. И в связи с этим они спрашивают Вас, правильно ли бороться с ювенальной юстицией митингами? Я думаю, конечно. Почему же неправильно? Я думаю, что да. Ну а как же ещё быть? Люди всюду, во всём мире, посмотрите, люди борются с разными вещами экономического порядка. Там посмотрите, какие происходят и забастовки, и митинги. Почему же нельзя бороться? Надо бороться законными средствами. Надо бороться, конечно, с этим. Ещё бы. Нам говорят, что у нас отберут детей, а мы должны сидеть, как там сказано, смиренно. Смиренно, да, но отбирайте. Это, понимаете, те, кто это внушает, знают, какие социальные взрывы могут быть. И до чего могут довести даже народ. Прекрасно знают. И делают. И делают. Надо спросить их. Вы что, не понимаете? Понимаете. А тогда что вы хотите? Разрушить нашу страну? Уничтожить наш народ? Чтобы прекратилось существование наше государство? Вот. Все это, вся эта ювенальная ястица откуда идёт? С Запада. И все эти идеологи, которые у нас, ясно, это люди, которые связаны с Западом. Как? Это вопрос уже другого порядка. Но наверняка оттуда эти жуткие, жуткие сатанинские идеи. Алексей Ильич, в продолжение темы воспитания детей, ребёнок читает, не просто читает, он увлекается такой книгой, как Гарри Поттер. Вот родители спрашивают, как относиться к такому увлечению? Является ли это увлечение греховным? Ну, во-первых, хочу сказать, что такое греховным? Грех – это не то, что запрещено, ещё раз повторяю. Это не запрет со стороны Бога. Греховное – значит, то, что вредит человеку. Вот я возьму сейчас павец и отрублю себе. И мне за это духовник эпитемью такую всыпет, что я буду знать потом. Всё, что вредит – это грех. Надо же это понять. В данном случае надо смотреть. Чтение этой книги – это что? Настроить душу на что-то высокое, ребёнка? На что-то прекрасное, светлое, доброе, разумное? Да? Или нет? Надо посмотреть. Я только один раз случайно откуда-то летел и видел часть какой-то фрагмента. Это фильм об этом Гарри Поттере. Я увидел, что это никакого сравнения нет с нашими русскими народными сказками. Просто сравнения никакого нет. Всё это в Гарри Поттере, всё наполнено какой-то дьявольщиной. Весь фильм с какой-то дьявольщиной, с этими духами, с этими… Бог знает с чем. Нет, понимаете? Не ощущается ничего там. Нет этой той красоты, которая присутствует в наших сказках. Нет никакого научения добру, если хотите. Хотя там побеждает он что-то. Ну и что? Нет там вот этого духа, если хотите. Вот где реальность ощущается особенно. Того духа, который присутствует в наших прекрасных сказках. Моё мнение, на основании, по крайней мере, того, что я посмотрел, и отчасти того, что слышу, да, увлечение этим Гарри Поттером – это всё равно, что увлечение сейчас, ну, какими-нибудь наркотиками там или играми, компьютерными играми. Которые, кстати сказать, вскрывают душу, вскрывают её. Эту самую большую драгоценность вскрывают и делают доступным всякой пакости, всякой гадости. Я говорю, компьютерные игры. Вот во многих случаях то же самое делают. По-моему, делают и эти книги о Гарри Поттере. Вот почему что-то. Грех или не грех? Вредно. Значит, вот это и есть грех. И всё. А не думают, что Бог издал закон. Издал он закон, что нельзя читать Гарри Поттера. Или нет. Давай телеграмму пошлём туда. Продолжим в таком случае детскую тему. Детей часто привлекают в качестве алтарников в храме. И зрители беспокоятся, не испортит ли это взгляд детей на службу, когда они познакомятся с церковной жизнью изнутри. То есть будут относиться к этому, ну, как к рабочему моменту, а не как к богослужению. Всё зависит от священнослужителей. Если священнослужитель ведёт себя сам благоговейно, если они видят, что он и молится, если они видят, что никаких разговоров в алтаре нет, так, видя этот добрый пример, я думаю, что и они будут получать добро. Если же в алтаре, что, к сожалению, нередко бывает, и разговоры, и смешки, так, да, и суета, и, на что хочу особенно обратить внимание, за пивочка, когда этим малышам уже за пивочку, когорчику сладенького, с тёплой водичкой, то этим самым, конечно, ничего не стоит развратить этих малышей. Тогда они теряют благоговение и приучаются, прямо приучаются, скажу вам, даже к пьянству. Я... Почему я это говорю? Потому что я уже на моих глазах... Я... Это происходило неоднократно. Малыши, да, радуются, да, маменьке радуются, он в алтаре, да, папенька священник радуется, ой, его сыновья в алтаре, они вырастают, и потом, Господь, не знаю, что делать. Пьяницы, ещё бы, этот ещё младенец, рыхлый, впитывает, как губка, его уже когорчиком подпаивает. Вот, поэтому всё зависит от кого? От священника. И нужно быть очень внимательным родителям, прежде чем отдавать в алтарь или нет. Смотреть. Смотреть, чему научится ребёнок, к благоговению, или напротив? Знаете, будет входить в алтарь, как говорят левой ногой, открывая дверь. Я помню, в данном случае я могу привести на своей жизни пример. Давно это было давно, это, конечно, в прошлом тысячелетии, естественно, да. Как-то однажды я в Москве оказался, не помню уже как теперь, в Елоховском соборе, так, и там был настоятелем протерей Николай Колчицкий. И меня почему-то поставили в алтарь, у самой дверки. И я обратил внимание, в алтаре ни одного человека, кроме служащего, никого. Полная тишина, никаких разговоров, ничего. Это же благоговейнейшая обстановка в алтаре. Представляете? И напротив уже. Я видел, и все сейчас видели. Сколько суеты, разговоров. А то еще с этими несчастными, простите меня, несчастными, повторяю, фотоаппаратами, видео этими трубками, носятся по алтарю, готовы в чашу залезть. И батюшки разрешают это делать. Таинство. Дайте сейчас в чашу посмотрим, что там. Совершается, что произошло. Конечно. Вот это уже беда. Тогда уже дети смотрят. Никакого благовения, то есть никакого богослужения. Нет тут служения Богу. А тут просто совершается какой-то непонятный ритуал. Где тут Бог? Когда щелкают, вспышки, носятся. Эти все еще с фотоаппаратами. Все это какая-то беда. Прямо нашествие какое-то. Дом мой дом молитва наречется, а вы сделали его подмозгами театральными. Это беда. Страшная беда. Преворачили богослужение? Я не знаю во что. В какое-то представление, что ли? Ну ладно, не буду. Это больное место для меня. И вы видите, я уже распалился. Надо успокоиться. Да, продолжим. Уважаемый Алексей Ильич, в православной церкви не разрешается опоминать самоубийц, но уже неоднократно приходилось слышать о том, что служатся панихиды по Марине Цветаевой, которая, как известно, покончила жизнь самоубийством. Вопрос по этому поводу задавали в одной православной газете. И священник там ответил, что жизнь Марине Цветаевой была настолько тяжела, что никто не может ее судить. Возникает недоумение. Получается, что двойные стандарты существуют даже в церкви. Да, у других самоубийц жизнь была очень счастливая. Ну, это я так говорю. Дело вот какого рода. Не смешивайте разных вещей. Каких? Одно дело. Поминовение. Так называемые проскомедийные поминовения. То есть, это вынимание частиц из просфоры. Это за литургией. Эта частица символизирует принадлежность, внешнюю принадлежность человека к церкви. Слышите, я говорю, внешнюю. Вот он бандит из бандитов, может быть, какой-нибудь, но его никто никогда не отлучал от церкви. Он проливает кровь, может быть, все. Крещеный? Крещеный. Пожалуйста. Внешнюю принадлежность к церкви. Это потому что канон, это правило. Правило. В то же время, если человек какой угодно, порядочный, все, но он крещение не принял, то частица за него не вынимается. Это первое. Не вынимается. В том числе, в данном случае, не вынимается из-за самоубийц. Так же, как из-за всех отлученных от церкви, анафематствованных. Не вынимается эта частица. Так. Это одно. Другое совсем. Молиться за кого? За кого же можно молиться? Выходит портодиакон и громовым голосом обращается с призывом ко всем стоящим людям. Ещё молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве и я. О властях и воинстве. Вы знаете, сколько там людей неверующих? Не надо считать. Я знаю, что есть. Сколько там людей некрещенных? О, Боже мой, конечно. А там, может быть, и сатанисты есть? Да, наверное. И вдруг за литургией просит весь народ молиться? Это как? Так. Да. Мы не секта, которая молится только о своих. Молимся о всём мире, о всех людях, без различия их вер, национальности и чего угодно. О всех молиться можем в том числе и особенно мы должны молиться за тех, которые совершили тяжкие грехи. Сам Христос с креста за кого молился? За распинателей, этих богохульников, этих антихристов. Отче, прости им, не ведает бы, что творят. Поэтому молиться можно. Вминать запроскомедии нельзя. Мы должны следовать правилам церковным. А то, что церковь правила установила эти, это имеет большое положительное значение. Знаете, как раньше даже вместе не хоронили самоубийц на одном и том же кладбище. Все знали, какой это страшный грех. И вот эти вот церковные прещения, они останавливали очень многих слабых людей от совершения подобного рода поступка. Поэтому молиться, еще раз повторяю, и за самоубийц можно. Тут написано служится панихидой. И нужно, ну, в данном случае я скажу свое, тогда частное только мнение, извините. Это уже все, что я говорил до этого, это, так сказать, идут. А вот это мое частное мнение. Я считаю, что панихида, это есть молитва. Если молиться можно, то почему нельзя на панихиде? Странное дело. Я могу молиться, вот у меня родственник, там покой, жизнь, самоубийц, я могу попросить кого-то, помолись за меня, попросить, могу? Могу. Священника я могу попросить? Прошу и вас тоже помолиться за него. Как ему теперь трудно там, и тебя, и третьих десятых помолиться. Панихида это форма молитвы, а не какой-то ритуал какого рода. Форма молитвы. Поэтому мое личное мнение, я считаю, да, можно панихиду служить не только Марине Цветаевой. Спасибо, Алексей Ильич. И вопрос, вот, я так понимаю, представителям малого бизнеса. Интересует ваше мнение на животрепещущий вопрос, можно ли стать и настоящим православным христианином, и успешным малым предпринимателем, или эти две вещи несовместимы. И тут зритель поясняет, в малом бизнесе ты один на один жестко конкурентной средой и борьбой за выживание, большой свободой и соблазнами. Есть ли православное богословие, которое более предметно на современном уровне, раскрыло бы эту тему? Вот, все это вопрос возникает в связи с тем, что он считает малый бизнес одной из основ нашей экономики. И поясняет, некоторые прямо говорят, что нам в экономике не хватает протестантской этики. но он понимает, что такое протестантской этики? Когда спрашивает. Да, но это надо бы, конечно, ввести, так сказать, разговор с человеком, поскольку требуются вопросы не только ко мне, но и к нему. Да, общий принцип каждого христианина – жить максимально, насколько это возможно, по совести. – это общий принцип. В какой степени какая деятельность мешает нам жить по совести, это уже нужно оценивать тому человеку, который или хорошо знаком с этим, или оказался вовлечён в это. Это надо, так сказать, смотреть. В данном случае мне кажется, что всё-таки человек, занимающийся бизнесом, всё-таки может быть и христианином, если он, если он не подставляет ножку другому, если не совершает, не совершает преступных акций против другого человека. Вот это особенно важно, потому что самый страшный грех, который мы, так сказать, в обществе можем совершить, это грех против другого человека. Потому что можно соблюдать, так сказать, всё-таки некие принципы деловых отношений, а можно попирать эти принципы. Принципы существуют, этические принципы, они существуют, нельзя их попирать. И это основной принцип, конечно, он требует следовать всё-таки совести. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот вот это главный принцип, которым должен руководствоваться каждый бизнесмен, так же, как и каждый человек. Но в данном случае речь о бизнесе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Если человек будет всё-таки соблюдать этот принцип, и если в каких-то случаях, как и все мы иногда можем поскользнуться, то надо обязательно не просто в этом каяться, батюшка, я грешен, а нужно поступить так, как поступил известный евангельский начальник моторей Закхей. Помните какое? Как когда Христос сказал Закхей, мне сегодня нужно быть у тебя. Вот. И пришёл Христос к нему, и тот устроил обед шикарный, и во время обеда встал и сказал, что вчетверо я воздам тому, кого я обидел, и полымение моего раздам нищим. Слышите? Вот оно, пример, пример. Ну, Закхей был не бизнесменом, но был начальником сборщиков подати, но в данном случае это не имеет значения. Вот, оказывается, евангельский принцип. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Обидел? Воздай ему, отдай. постарайся возвратить, отдать, если ты что-то сделал. А там уже, где нет возможности, хорошо, ты не имеешь возможности воздать ему, тогда, тогда дай нищим, дай неимущим то, что ты должен был бы отдать обиженному человеку. Вот так. Алексей Ильич, как разделить понятие Родина и государство? Многие наши соотечественники не хотят на войне умирать за наших олигархов. Все знают, что такое Родина. Это дом мой родной, там, где я родился, там, где я воспитывался, там, где были мои родители, там, где существовала и существует атмосфера, в которой я являюсь частицей. Я являюсь частицей этой атмосферы. Я её и создаю, и сам изменяюсь под воздействием этой атмосферы. Какой этой атмосферы? Той, в которой я родился, воспитался и живу. При чём тут олигархи? Олигархи меняются, а Родина остаётся. Вот в чём дело. Может быть, зритель имеет в виду, что если начнётся война, которая в том числе спровоцирована какими-то коммерческими замыслами олигархов, и вот он в такой войне участвовать не хочет. Дело вот в чём, что мы никогда не будем знать до конца истинных причин войны. До сих пор ещё, по всем войнам. Историки пишут и говорят и высказывают разные предположения. И сколько открывается новых вещей в отношении Второй мировой войны, например. Сколько новых открывается вещей, сколько новых открывается вот в этих локальных войнах, которые сейчас есть, документы какие-то секретные и так далее. Мы никогда не знаем. Но мы знаем другое. Есть некоторые, опять-таки, принципы жизни, которым мы должны следовать. если вдруг солдат начнёт рассуждать о том, а правильный ли это приказ или неправильный, во что это превратится армия, в какую-то, я не знаю, бродячую шайку или что это такое. Так и здесь. Если началась война, я всего не знаю, но если это война с противником, так, с агрессором, я должен в ней участвовать и быть патриотом, а не кем-нибудь, а не думать там. Мне тут же найдутся людишки, чтобы подорвать дух армии, боевой дух армии. Тут же найдутся. А вот они, это терротели, вот из своих, мне важно не допустить врага. На куда? На свою территорию, на территорию своей Родины, на, так сказать, разложение и убийство моей Родины. А олигархи, они сами за себя ответят перед Богом. А я должен ответить перед Богом за свое поведение. Мое поведение такое, я буду защищать свою Родину. Спасибо, Алексей Ильич. И вот такой такой зритель пишет, я бы хотел выразить крайнее возмущение тому цирку, который был устроен 9 июня на прямом эфире с профессором Осиповым. И обращается он к вам. Как вы можете создавать такие программы, допускать такие речи, в которых все ложь от начала и до конца о католиках? Ведь вы умный человек. Неужели вы не видите, что наиболее здравые представители православного духовенства не строят свою риторику на конфронтации с католической церковью и откровенной лжи, которую вы высказываете? И он спрашивает, где и кто из западных святых сказал, что не надо бороться со страстями? Это не западный как раз сказал, он все перепутал. Да. Дело вот в чем, что не надо всегда ставить точки над и, чтобы видеть по существу, о чем говорится. Если бы этот человек познакомился с жизнью приводимых мною святых и о том, чем они живут и какова их жизнь в отношении Западе Христовом, то он бы тогда наверное увидел. Он тем самым, говоря об этой лжи, он этим самым обвиняет. Ну, с кого начать? Ну, давайте начнем с Игнатия Бринчининова, Феофана Затворника, Оптинских Старцев, Иоанна Кронштадтского. Ох, сколько доставалось! Это все они лгуны? Они все не понимали, что такое католическая святость? Да? Все-таки он бы подумал немножко. Неужели они ничего не понимали? Все были образованные люди. Причем они не просто говорили эмоционально. Надо учесть, у меня нет ни малейшей неприязни к католикам, но я не принимаю католичество. Это совершенно разные вещи. Не принимаю чего? Принципов духовной жизни, которые являются основой, если хотите, католической жизни. Вот чего не принимаю. Потому что там действительно, как и писали эти все святые, прелесть, то есть заблуждение, мечтательность, самомнение, которое приводит к самым негативным последствиям в деятельности самой католической церкви. Посмотрите, что в перестройках произошло на Украине только. Что там творилось тут же, только ослабла политическая власть и начались какие страшные гонения на православных. Я был, помню, в Словакии, что мне рассказывали, в Чехии, что рассказывали, в Польше, что творилось, когда среди Варшавы взорвали такой собор. Так многие православные после этого по этой площади не переходили, а обходили так, как будто здесь стоит собор. Всюду, как только достигали власти, начиналось кровь, насилие и кровь. Вот, это одна сторона. Но гораздо больше, о чём приходится говорить, это о духовной стороне. Вот здесь уже беда, неужели мы не видим, когда Дух Святой шепчет Анжеле, дочь моя, возлюбленная моя, я любил пророков и апостолов, но никого так не любил, как тебя я люблю. Когда она проникает к Богу Христову и пьёт Его кровь, когда видит себя во тьме Святой Троицы, это что такое? Это что такое? Это ложь? Ну, пусть этот человек возьмёт Откровение Блаженной Анжелы и прочёт сам, посмотрим. Или там какая-нибудь Катарина Сиенская, когда Христос её обнимает, прижимает к себе и даёт ей другое сердце, который начинает писать свои письма всем королям и герцогам и папе римского «Я хочу! Я хочу! Послушайте Духа Святого и меня! Творите волю Божью и мою!» И так далее. Это что такое? Что это такое? О чём я хочу сказать? Это же святые! На них же ориентируется в конечном счёте духовная жизнь членов католической церкви. Вот чем опасность-то! Скажите мне, кто ваши святые? Я скажу вам, какова ваша церковь! Она вся направлена на эту мечтательность, на эту так называемую романтическую любовь. Вы подумайте! Не любовь, которая проистекает из чего? Из познания своей греховности, из борьбы со страстями. А тут 23-летняя, 23 года умерла уже, Тереза эта маленькая, она уже будет любовью в сердце Матери Церкви. Она уже видится со Христом. Они уже посмотрели друг на друга и поняли всё без слов. Это что такое? Разве не видим? Романы! Это духовная жизнь? Она, пришав в монастырь, чтобы молиться за весь мир, не особенно за священника, за себя, и речи не идёт. Ну, что вы! То есть, это прямая противоположность всему тому святоотеческому учению о духовной жизни, которую мы находим во всех святых отцах. Прямая противоположность. Если это ложь, пусть покажет. В чём дело? Это же документы, это же книги, которые вот изданы, цветочки Франциска Оссийского Фьеретти. Изданы, сколько раз издавались. Духовные упражнения Игнатия Лайолы к чему сводятся? Вообрази себе, представь себе то, что категорически запрещено святыми отцами представлять себе Бога, ангелов, святых и так далее. категорически причём как категорически запрещается? Чтобы не сойти с ума. Вот о чём они говорят. И русские святые все решительно говорили об этом. Все решительно говорили. Я вам говорю, вот я вам перечислил. Причём никто не будет. Это образованнейшие люди, кроме всего прочего. И, что самое главное, это люди высокой духовной жизни. Не случайно все не причислены к лику святых русской церкви. Они гневно осудили этот католический путь, путь духовной жизни. Гневно. Вот как. Поэтому, если человек интересуется этим, то ему надо бы просто почитать хоть немножко и посмотреть, и он бы увидел, ложь это или истина. А то, что католичество более соответствует нашему, знаете, нашему страстному человеку в этом сомневаться нечего. Католичество, протестантизм, да, они очень-очень стали, стали, так сказать, теми, которые помогают жить нашему, не помогают, а не мешают жить нашему ветхому человеку. Ну, представьте, что это такое. Сидим в ресторане, у меня католичка говорит, профессор, пойдете на мессу, а мы делегации были. Я говорю, что, притчаться будете, что ли? Да, будем. Я говорю, жечь вас надо. Нет, нет, нам папа разрешил, один час поста. Пока мы дойдем до костела, пока пройдет месса, один час поста. Главное, разрешил папа, даже речь не идет о других вещах. Главное, что, разрешил, не разрешил. Это что за религия? А если он вам разрешит кислоту пить вместо воды, а сидеть на колу, а не на стуле, вы что, будете тоже? Что, не понимаете, разницы? При чем тут разрешение? Вот так. Католич, я вам скажу, это угроза, очень большая угроза для нашего народа. Очень большая угроза. Там все гладко, все вот так, все кажется благовейным. Обратите внимание на фигуры их, на всех прилатов, как они все вот так. Сам образ смирения великолепный. Не дай Бог, если папа приедет к нам, это будет такое шоу, оглушительное, что трудно себе даже вообразить, потому что впервые тогда будет в истории наконец-то будет нанесен удар по православию русского народа. Что он нам даст этот визит? Ничего. Что потеряем? Очень много. Вот какова, какова ситуация. Так что советую этому человеку немножко познакомиться с жизнью этих святых. Да. Спасибо. Алексей Ильич, еще один частый вопрос. Люди, невоцерковленные, далекие от религии, называют религию способом управления человечеством. Как ответить им на такое утверждение? Дело вот в чем, что когда Христос обратился однажды к ученикам на тайный вечер, то сказал им поразительные слова. «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Вот принцип, который, так сказать, духовно должен присутствовать в церкви, в православной религии. Не рабы, а друзья. Более того, посмотрите, какая разница большая между миссионерством православным и миссионерством сектантским. Православные не лезут в дома, не применяют никаких насильственных средств, никакого там гипноза, внушения и так далее. Православие всегда следует какому принципу? Приди и виждь. Вот она истина. Но иди и посмотри сам. В отличие от неправославных, где часто насилием, обманом, внушением, гипнозом пытаются вовлечь в свои эти секты. Вот в чём дело. Поэтому я не знаю, о каких религиях идёт речь. Если секта, ну что же, я, пожалуй, может быть, согласен. Там действительно, там продавай и дома, и квартиры, и машины, и иди ко мне, я буду господствовать над тобой. Ну что же, там, пожалуй, верно, я согласен. К православию этот принцип неприменим. Там, где ещё оно сохраняется, я говорю, православие, там, когда мы видим, видим отдельные факты в истории, видим, применяемо даже насилие, мы говорим, это отступление от православия. Ибо наш принцип совсем другой. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Там, где нет любви к ближнему, там нет никакой любви к Богу, нет никакого у тебя христианства и никакого православия. Вот, оказывается, чему мы следуем. А это известный принцип Господи. То есть, не принцип, а лозунг, лозунг, который, который, ну, является лживым от начала до конца. Алексей Ильич, в связи с этой темой не могу не задать вопрос, связанный, мы только что упомянули, людей, которые приходят и стучатся к нам в двери, и в связи с этим вопрос о состоянии миссионерства православной церкви. То есть, люди не знают, вот как, каким должен быть образ православного миссионерства, что православные не должны говорить о своей вере или они должны только молиться о спасении мира. Такой очень частый вопрос, который часто обсуждается самой церковью. Каким должно быть миссионерство в православной церкви? Дело в том, мы должны говорить тем, кто интересуется. Если человек отвергает, мы молчим. Мы обращаемся, обращаемся, и поэтому смотрим на тех, кто хочет принять, а кто не хочет. Это первое. Апостолы были посланы, видите, проповедовать всюду, сказать надо, ибо это есть истина. И насколько это возможно, сказать надо. Пользоваться теми, ну, скажу так, легальными, что ли, средствами, техническими средствами, если хотите, которые имеются. Для того, чтобы сказать об истине, но ни в коем случае не настаивать, ни в коем случае не применять никаких насильственных мер и средств. Вот. Ни в коем случае. Миссионер это тот человек, который должен следовать образу проповеди самого Христа. Посмотрите, Христос кому проповедовал, кому, кто приходил. Кто приходил и обращался к ним, как? Не называю вас рабами, называю вас друзьями. Вот. Миссионер, конечно, это должен быть искренний, убежденный христианин. Это первая основа. Но убежденный, опять вот убеждение я сказал, избави Бога, если он будет не убежденным, а фанатиком. Это совершенно разные вещи. Чем характеризуется, чем различия между тем и других, очень существенные. Убежденный в истине человек, он уважает и убеждения других людей. Фанатик не уважает убеждения других людей и относится к ним уже с яростью, если хотите. Вот. А может вплоть дойти до оскорбления. Это фанатик, да избавит Бог от такого миссионерства. Истинный миссионер с уважением относится. ты атеист. Хорошо, давай поговорим. Кто бы ты ни был, представитель другой религии, пожалуйста, первый принцип, который должен всегда присутствовать в миссионере, это уважение к другому человеку, независимо от его мировоззрения. Уважение к нему, если хотите, то, что мы называем начатком любви, что ли, к человеку. Это вот первое необходимое. Он должен быть потом христианином. Нехорошо, когда я миссионер, а меня увидят, как я в канаве пьяный валяюсь. Или когда я матюгаюсь. Вообще, веду себя непотребно. Это что такое? Какой я миссионер? Я тем самым, я провокатор тогда, а не миссионер. То есть, я делаю все возможное, чтобы люди отшатнулись в ужасе от того, что я проповедую. Вот, и это очень важно. Наконец, третье, миссионер должен быть все-таки знающим человеком. беда, если он берется миссионерствовать, а сам ничего не знает. Если он поучится один год какой-нибудь в какой-нибудь духовной школе с пятой на десятой, это не миссионер. Это, боюсь, что это будет горе-миссионер. Он не только никому не объяснит, что такое христианство, а он оттолкнет от христианства. Вот эти вот вещи должны быть очень важны, и они, по-моему, могут только характеризовать миссионера. Спасибо, Алексей Ильич. Но все-таки помнится мне, что в Евангелии есть такие слова «идите и научите». Они обращены к апостолам. вот только к апостолам или к преемникам апостолов в том числе. В литературе мы встречаем образы миссионерства, когда мы видим, что человек идет куда-то. То есть, это целенаправленное движение к кому-то. Вот. И в нашей ситуации, в сегодняшней, надо ждать, пока возникнет повод говорить о православии. Или нужно самим активно говорить о православии. где-либо вообще, в автобусе даже, можно говорить о православии? Первое, когда Господь сказал об этом, то надо понять, Он сказал апостолам, каким? Тем, на которых в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, и они получали дары благодати. Говорят, что эти слова относятся ко всем христианам. как относятся? Если я, ничего не зная о православии, начну проповедовать православие, что это будет? Это настолько серьёзное дело, вдруг я ничего не понимаю, вчера я крестился, а сегодня я уже проповедник, какая беда, какую карикатуру я буду предлагать только людям. Тебе креститься надо вот так. Тебе нужно, да, руку поднимать, как, читай, вот туда, а то вдруг, если туда не дотянешь руку, то тебя бес там будет сидеть и внушать тебе. Чего каких только вещей, чего мы не услышим у этих проповедников, когда какая-нибудь там псевдоблаженная освящает воду и масло, то есть то, что может делать только священнослужитель, так вдруг она освящает. Вот это замечательно! Это что такое? Это значит, другие так начнут. Это во что же превратится, когда невежественный совершенно в православии человек начнёт проповедовать православие. Но если этот человек действительно принял искреннюю веру, то он тоже может проповедовать. Но как? образом своей жизни, образом своего поведения. Кто христианин? Кто показывает пример праведной жизни, правильного поведения, правильного отношения к людям? Это может делать любой христианин, независимо от того, что он знает о христианстве. Вот к этому призваны всех христианин, без исключения, от самых-самых малых, малознающих, до великих, до всех, кого угодно. Пример жизни. да просветится свет ваш пред человеки, пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего небесного. Вот это миссионерство должно быть у всех. А уже миссионерство словом и научением, оно церковью поручается только тем, кто имеет надлежащие знания. И до тех пор, пока он не приобрел их, пусть не берется за это. А если возьмется, то это будет признаком чего его? Тщеславия и гордыни. И добрых плодов, как правило, он не принесет. Спасибо, Алексей Ильич. У нас осталось совсем немного времени, буквально, я думаю, в режиме блиц-опроса. Я задам вам парочку личных вопросов. Были ли в роду вашим священники? И почему вы сами не стали священнослужителем? Исповедь перед такая общая, нет, как же это назвать? Публичная исповедь была только в первом веке христианства. И потом ее запретили. Запретили. Сказали, исповедуем частным образом перед священником. И я следую правилу церкви. Не могу исповедоваться. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые телезрители, мы завершаем нашу беседу. Вас, Алексей Ильич, благодарим за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, побеседовать с нами. Вопросов, как видите, еще много к вам. Все, по-моему, все окончено. Я так понял. Нет. Нет, еще даже остались. Да, да. Надо же. Надеемся на новые встречи и говорю спасибо и всего доброго вам, Алексей Ильич, и нашим телезрителям. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok